Друзья, всем добрый день! Сегодня у меня будет сравнительный обзор двух Honda Accord. Это 10-е поколение предпоследнее, которое уже на сегодняшний день, и 11-е последнее поколение Honda Accord. У меня уже на канале есть подробный обзор и тест-драйв Honda Accord 11-го последнего поколения, 23-го года. Это была гибридная машина. Мне достаточно она понравилась в плане эксплуатационных своих характеристик. Очень неплохая динамика, все. Но многих... Я читал ваши комментарии, друзья, многие писали, что это вообще за уродливый дизайн. Там все равно нет ничего такого современного, какого-то эволюционного или революционного. Достаточно непонятный дизайн, в общем, черти что. И я думаю, блин, а почему бы не сравнить действительно эти два автомобиля? Вот сегодня как раз два рядом за мной, эти два красавчика стоят. Так что давайте сделаем такой строительный обзор, а вы уже выводы там по внешке сами сделаете. Ну и по ценам пройдемся, сравним, сколько стоит новая и старая машина. Ну что, друзья, вот эти два красавчика. Они, конечно же, не в смежных комплектациях. Здесь достаточно сложно найти. Кстати, по поводу нового Honda Accord, небольшое отступление. Их уже очень много сейчас. Обратите внимание, сколько стоит там. Хотя это 10-е поколение. Вот 11-е поколение новое. Вот стоит гибрид спорт. У меня тогда на обзоре, на тест-драйве был гибрид спорт L. Это еще чуть выше была комплектация с чуть другими дисками. Такой же дизайн, но они были полностью черные. Тоже был спойлер. Все. А здесь еще полно базовых комплектаций. Вот это вот белое, это самая базовая LX. Вот еще рядом LX тоже базовая. И вот с серыми дисками, такими вот графитового цвета, это уже комплектация чуть-чуть повыше. И вон стоит та комплектация, которую я тогда тестил, друзья. Кстати, можно будет сравнить с той комплектацией тоже. Но, мое дело вам показать автомобиль с разных ракурсов, чтобы вы уже для себя сами сделали вывод, какой автомобиль вам нравится больше. Свой субъективный взгляд я, возможно, расскажу в конце этого видео, но пока что просто вам покажу эти два автомобиля. Итак, вот у нас белый автомобиль, это у нас последнее 11-е поколение. Синий автомобиль, это предпоследнее поколение. Что хочется сразу отметить, оптика здесь поменялась, она пришла к корпоративному стандарту. У нас три секции диодные, единственная рефлекторная, это оптика. Также у нас рефлекторная оптика у предыдущего поколения, Honda Accord. И там и там диодный поворотник сверху, такая бровь. Здесь, правда, он такой более горизонтальный, там он чуть-чуть с наклоном идет. Там же у нас диодные туманки присутствуют. Кстати, достаточно стильно все сделано, черный такой элемент. Но это сама комплектация, если честно, если быть честным. Вот этот синий Accord комплектация чуть повыше, чем вот этот вот. Это самая база у нас, это у нас чуть-чуть другой. Потом я по салону тоже покажу. Но вот честно внешне, друзья, не знаю, делайте вывод. Но я буду с вами честен, мне все-таки, я понимаю, что спустя вот сколько обзоров и тестов, мне предыдущее поколение все-таки как-то ближе по душе. Эта машина, она какая-то раздутая. Но, опять-таки, все очень субъективно, кому-то нравится, кому-то нет. То есть, в принципе, по технике, кроме как туманки, отличий особо нет. Радар адаптивного круиза, кстати, да. Видим у нас прогресс. То есть, радар адаптивного круиза у этой машины вот как в коробочке черной, снизу, там где интеркулер у нас, перед интеркулером как раз. Здесь же это все встроено у нас в значок. То есть, у нас значки разные. Здесь у нас физический значок, полноценный, 3D-шный. Там у нас такой вот плоский достаточно значок. И там спрятан радар адаптивного круиза. Вот тебе и развитие технологий, друзья. Но на этом, как бы, в принципе, все закончилось. Можно заканчивать обзор. Но нет, шутка. Кому-то, кстати, не нравился у аккордов вот этот вот нос. Непонятный клюв. Я не знаю, как это все назвать. Вот, хотя выполнен он не в классическом хроме. Он в таком сатиновом хроме. Смотрится достаточно интересно. Что мне очень нравится в аккорде 10-го поколения, это стандартные диски. Вот эти диски мне прям очень заходят. Очень идут этому автомобилю. Очень гармонично смотрятся. Зеркала. Ну, это все зависит от комплектации. Потому что есть 10-ые аккорды и 11-ые с черными зеркалами. Но так как у нас там машина совершенно базовая, еще раз упоминаю, напоминаю об этом, то как бы сравнивать их один в один друг с другом не получится. Дальше. Системы контроля полосы и все остальное, они, в принципе, похожи. Здесь у нас он чуть-чуть сдвинут влево. Здесь он у нас по центру находится. Но при этом, как я уже сказал, сам датчик адаптивного круиза, сам радар у нас находится в разных местах здесь. Дальше. Со стороны, друзья. Вот давайте, кстати, на основе вот этой комплектации посмотрим. Вот спорт стоит, гибрид. То есть очень, в принципе, неплохо с одной стороны смотрится, но как-то вот что-то не хватает, да? Вот этот как-то все равно смотрится, мне кажется, более интересно. Смотрится. Мне постоянно поправляйте, смотрится, смотрится. Выглядит хорошо, друзья, выглядит. Даже не знаю, как это все объяснить. Но вот вроде что-то есть неплохое. Вот в такой комплектации со спойлером, с хорошими колесами. Но слишком он какой-то раздутый, если честно. Этот более граненый. У этого больше каких-то интересных граней, заломов. То есть, понятное дело, это будет дороже и сложнее восстанавливать. В случае, там, если вы пригоняете с аукциона в США. Но все же у этой машины как-то чуть больше интересных линий есть каких-то. Вот что-то в таком плане. Здесь все намного проще. Просто отвесный такой вот, не знаю, дизайн этих всех дверей и всего остального. Да, одна такая вот линия пересекает. Но мне кажется, что предыдущий аккорд смотрится как-то поярче. Минусом, кстати, у предыдущего аккорда, многие писали, это его фонари задние. То есть, многие писали, что выглядит очень дешево. Все, лампочка вот обычная, да, то есть, нет у нас... Это, кстати, Special Edition, достаточно редкая версия. Нет у нас диода везде, лампочка накаливания в заднем ходе, то же самое. Вот. Ну, теперь, соответственно, все это поправили. То есть, там у нас у нового поколения диодная оптика полностью. Если я не ошибаюсь, давайте посмотрим. Да, здесь у нас диод, то есть, выглядит, да, чуть-чуть современнее. То есть, возможно, в плане оптики у нас произошли как бы изменения в лучшую сторону, скорее всего. Плюс это все под одним таким лайтбаром. Здесь, конечно, это все выглядит попроще. Видно, что машина на одно поколение назад. Но вот отсюда, опять-таки, намного более выразительная вот эта подоконная линия и вот этот излом на дверях, обратите внимание, чем здесь. Здесь все более плоское, какое-то грузное. Свесы, о которых я говорил. Даже вот без рулетки, без ничего, заметно, насколько здесь длиннее свес, чем здесь. Однозначно, мне это кажется. Дальше. Ну, это как это Special Edition, соответственно, у нас патрубки выхлопной системы. Правда, они не совсем оригинальны. Это больше как насадки идут. Я имею в виду, не совсем настоящие. Здесь же у нас, как видите, хотя сейчас посмотрим. В базе у нас вообще нет никаких патрубков. А вот здесь. А, это у нас гибрид. Само собой, здесь никаких патрубков не будет. Ну, в общем, как-то так, друзья. Спойлер, здесь у нас версии Sport. И это, по сути, тоже версия Sport Special Edition. Тут у нас тоже черный спойлер, черный плавник. То же самое, черный спойлер, черный плавник. Но здесь у нас у машины есть люк. Здесь у нас люка нет. Двухцветный дизайн колесных дисков в новом поколении, 11. Двухцветный дизайн колесных дисков здесь. Все, в принципе, очень похоже. То есть, естественно, отличия в основном кроются, конечно, это внешка. И по начинке, друзья. Теперь давайте пройдемся по салону. Друзья, по салону, что хочется отметить. Сейчас я выключу это все. Конечно, аккорд 10-го поколения. Но хотя вот он смотрится, знаете, в кожзам салоне. Это не натуральная кожа. Смотрится достаточно дорого. Единственное, что, конечно, этот рычаг этого, хотел сказать, 10-ступенчатого трансмиссии. Нет, рычаг вариатора, да, он смотрится так себе. Но стоит отметить, что в аккорде двухлитровом, который у меня был на тесте, там был кнопочный селектор 10-ступенчатого автомата. Но, к сожалению, больше двухлитрового аккорда нет. Так-то по салону нарядно. Хотя и светлый потолок. Несмотря на то, что версия Special Edition. Достаточно хорошие такие вот боковые поддержки. Что на сидушке, что на спинке непосредственно. Отключение системы стабилизации, удержание в полосе, экстренное торможение, адаптивный круиз, сброс пробега кнопочный, подсветка приборов. То же самое. Приборы у нас сами обычные, стрелочные. Там часть есть экран, часть стрелочные приборы. Подогрева в нашей версии. Сейчас я посмотрю. Нет, подогрева есть. Да, в этой версии подогрева есть. Двухзонный климат-контроль и небольшой экран мультимедийной системы. Он, конечно, очень отстал и старенький. Это, конечно, однозначно проигрыш. Посмотрим, есть ли дефлекторы. Дефлекторов нет, но есть порты под зарядки. Ну, вот как-то так. Ни подогревов, ничего здесь нет. Нет автоматического опускания подъема стекол. Так, идем. И есть электропривод водительского сидения. Теперь давайте перейдем в новый корт. 11-го поколения. Самая базовая версия. Ни люка, ничего нет. Сидения у нас механические. Тот же самый ручах трансмиссии у нас. Один в один. Тоже, ну, вот в самой базе, естественно, нет подогревов. Новые порты USB Type-C, в отличие от Type-A. Тот же рычаг трансмиссии, потому что тот же двигатель. Но новая система. Базовая Android Auto уже везде. И полностью цифровая приборка всегда. Это я показывал детально и подробно в своем обзоре. Также складывания нет. Также нет автоматического подъема-опускания. То есть, в принципе, салон очень-очень похож на то, как это было. Так как машина на той же платформе находится, на которой 10-й Accord. Сзади тоже нет дефлекторов, но при этом и портов также нет. Ну и тканевый салон. Что, если посмотреть? Давайте вот на этот Accord посмотрим, чтобы было честное сравнение. Вот. Тоже у нас кожзам. Электропривод сидушки водителя. Новая мультимедийная система. Так как это у нас более богатая комплектация. Соответственно, вот как это все выглядит. Можно Owner. Ладно, гест. Полностью цифровая приборка. Подрулевые переключатели. Но это гибридный вариант, друзья. Тут уже люк, черный потолок. Машина смотрится очень-очень похоже на то, как смотрится 10-й Accord. Вот этот синий, который только что показывал. Ну, то есть, в принципе, это сопоставимые машины. Единственное, в чем выигрывает конкретно по салону этот Accord в том, что в смежных комплектациях они по функционалу плюс-минус похожи. Но здесь всегда цифровая приборка. И есть вариант вот такого вот большого экрана с беспроводным Android Auto и Apple CarPlay. Что, несомненно, является большим плюсом. Потому что там ультимедия была, честно говоря, устаревшая. Здесь уже и память сидений появляется. А сзади у нас дефлекторы так и не добавились. Ну, а если в той предтоповой не было, то о чем говорить здесь. Ну, то есть, друзья, вы понимаете, что, в принципе, ничего кардинального нет. Некоторые писали, кстати, вот у меня двухлитровый Accord. Стоит ли менять? Абсолютно не стоит менять. Тем более, что двухлитров больше не будет. Теперь, я думаю, самое время посмотреть, что изменилось по технической части. По технике, что хочется отметить. И тот, и тот автомобиль у нас оснащен бензиновым полторалитровым турбомотором. Четыре цилиндра, 190 примерно, две лошади. До сотни такая машина. Ну, в паре с вариатором, само собой. До сотни такая машина едет порядка, там, восьми секунд. В лучшем случае. Несмотря на то, что двигатели одни и те же, по своей начинке, по всему, по турбокомпрессорам, я уверен, одно и то же, но поменялись некоторые вот эти вот моменты вокруг движка, навесной слегонца, крепления самого двигателя. То есть, отличаются будут подушки, корпус воздушного фильтра у нас отличается. У нас немножко отличается корпус предохранителей, само собой. Батареи немножко разные. Друзья, такая небольшая вставка по поводу принципа работы гибридной силовой установки в новом Honda Accord и в новом Honda CR-V. Вместо того, чтобы добавлять вот эти все сноски, я подумал, будет проще записать вот такое параминутное дополнение к основному ролику. То есть, что хочется сказать. Во-первых, помимо гибрида, сразу первое, то, что в новом Accord, конечно же, больше не будет двухлитрового турбодвигателя. Это, к сожалению, я считаю, ну, это огромный минус у нового поколения. То есть, больше двух литров, 250 лошадей, это фактически детюненная версия. То есть, чуть менее мощная, чем у Honda Civic Type R предыдущего поколения. Этот двигатель изначально показывал мощность на бумаге 250 лошадей, но когда его потестили на стенде, он показал там что-то 260-270. И с небольшими доработками, с помощью той же Хандаты, можно было получить 280-300, там, те же самые практические лошади, что у Honda Civic Type R. Ну и, соответственно, быстрый 10-ступенчатый автомат. Больше этого нет. К сожалению, это огромный минус. Поэтому те люди, у кого есть 10-й Accord с двухлитровым турбом, это реально ракета, конечно. Эта машина будет быстрее любой Camry 3.5. Эта машина будет даже быстрее, чем BMW 3. G20 с мотором B48 на 252 лошади. Хотя BMW тоже занижает мощность, но при этом всем Honda все-таки обходит. Есть несколько роликов на YouTube, можете загуглить. И по поводу принципа работы гибридной установки. То есть, это уже новое четвертое поколение работы гибридной установки Honda. И здесь что поменялось конкретно? То есть, у нас сам мотор тяговый, электрический, он у нас немножко проапгрейдился. Он теперь стал более мощным. Там используются более мощные магниты. Дальше расположение тягового мотора и мотор-генератора у нас другое. Если раньше они были друг за другом, сейчас они находятся друг рядом с другом. Соответственно, это позволило добавить дополнительную муфту для подключения к ДВС. Соответственно, ДВС теперь может подключаться не только на высоких скоростях, так как у нас нет классической коробки, как я рассказывал в своем видео о Хонде Accord предыдущего, 10-го поколения гибридной версии. Теперь ДВС у нас может подключаться раньше. Соответственно, как и раньше, у нас три режима работы. Это чисто электрический, когда у нас работает последовательный гибрид. То есть, начинает машина двигаться с помощью электромоторов тяговых. Дальше у нас режим гибрида. Это когда ДВС у нас включено, работает в режиме зарядки батареи. Или же, ну да, соответственно, в режиме зарядки батареи. И третий режим, это чисто бензиновый режим. Когда у нас включается ДВС по циклу Atkinson, она напрямую передает всю мощность, ну и, соответственно, крутящий момент на колеса. И, как я уже упомянул, это происходит чуть раньше. Но интересный факт в том, что вот эту дополнительную муфту для более низких скоростей, они добавили чисто для CR-V, для того, чтобы CR-V могла тянуть какие-то там прицепы до 1000 фунтов. Это примерно там 450-500 кг, не знаю, что это может быть. Какой-нибудь супер маленький прицеп. Но в любом случае это есть. У Accord этого нет. Пока что только для CR-V добавили. Но само расположение моторов, обновленные магниты, обновленная мощность, все это как бы есть в двух моделях. В Accord и в CR-V. Так что, друзья, по гибридной составляющей у нас вот такие вот изменения. Как бы по технику есть довольно серьезные. Ну и мне кажется, как бы гибрид это все хорошо. Но самое печальное то, что больше не двухлитрового турбо. Вот эта машина, которая мне изначально казалась, что будет динамичнее, чем гибрид. Да, вот этот полтора литровый турбо. На самом деле, после теста того самого гибрида в 11-м поколении, я беру свои слова обратно. Машина достаточно бодрая, очень комфортная. Нет вот этого огромного назойливого шума. То есть машина достаточно комфортная и мягкая. То есть в плане эксплуатации на каждый день то, что надо. Дизайн спорный, дизайн спорный. Ну, как бы сейчас речь не о дизайне. Сейчас такой более-менее сравнительный обзор этих двух автомобилей с точки зрения покупателя. Вот вы пришли, и у вас есть возможность выбрать новый Accord, потому что они еще есть в 10-го поколения. Или 11-й взять. Какое выбрать, ну, уже будете вам решать. То есть я сейчас не углубляюсь в какие-то технические подробности. Об этом у меня есть отдельный обзор и тест-драйв 11-го поколения. И также, кому интересно, был обзор и тест-драйв 10-го поколения двухлитровой версии. Так что обязательно смотрите те видео. Мы теперь давайте поговорим про цены. Друзья, еще быстренько... Быстренькое. Быстренькое упоминание багажника. У обеих автомобилей, что 10-е, что 11-е поколения, у нас петли не закрыты. Все то же самое, как бы, и по объему багажника, по-моему, здесь особо там разницы нет. Возможно, у 11-го поколения чуть-чуть больше за счет более длинных свесов. Хотя сами свесы по себе, по идее, не должны были сильно повлиять на длину багажника. Но вот так вот чисто со стороны смотришь, что там достаточно большой, широкий, глубокий багажник. Вот в 10-м поколении. Что в 11-м поколении? Все отделано ворсом, одно и то же. Есть крючки. Можно сложить сидение отсюда с помощью этих рычажков. Крючок раз, крючок два. Единственное, в 11-м поколении я не вижу зарядки типа прикуриватель. Что у нас в 10-м поколении? Точно так же можно сложить. Тоже два крючка и тоже нет зарядки типа прикуриватель. Багажники фактически, друзья, идентичные. Складываются спинки в пропорции 60 на 40. На этом, я думаю, можно багажник и закрывать. Друзья, ну и теперь по ценам. Сколько стоят такие машины на конкретных примерах, на этих экземплярах. Я сейчас вам покажу, сколько стоят эти машины. То есть вот этот вот 10-й Accord, синий, Special Edition, кожзам, салон, электропривод, кресло и водителя, и пассажира, как видим. Ну, все остальное я вам уже рассказал, показал. Светлый потолок, полтора литровый турбо. Машина стоит 31,960, рекомендованная цена. 31,960. Вот стоит при этом самый базовый Accord 11-го поколения. Тот же самый двигатель, но тряпочный салон. Новая система, цифровая приборка полностью. При этом отсутствуют какие-либо электроприводы кресел. 28,845. То есть разница здесь практически 3000 долларов между ними. Кожзам, электропривод. Здесь этого всего нет, но она и дороже получается. Дальше, смотрим, сколько стоит вот такой вот. Так, это у нас то же самое. Да, это у нас то же самое. А сколько стоит такой, который я тестил еще раз? 34,875. То есть вот гибрид версии Sport L 34,875, 35 тысяч. Это то, о чем я говорил в моем видео. Кстати, этот дилер, в котором я сейчас делаю съемку, у него тоже есть наценки, к сожалению. Дальше, сколько стоит. Так, это то же самое, это я вам уже показал. А сколько стоит вот этот вот Sport NL? То есть тогда у меня был на обзоре гибрид Sport L. Так, а тут я не вижу стикера почему-то. А вот он, стикер. То есть вот эта машина у нас, как видите, она у нас на тряпочном салоне. Это то, чем, кстати, отличается версия гибрид Sport от того гибрид Sport L, который я тестил. Тот был на коже. Вот. Но хотя монитор тот же большой. Машина стоит 32,895. Но это гибрид, друзья. Это гибридная версия. 32,895. А самый базовый бензиновый 11-го поколения 28700. Вот этот вот 10-го поколения 31700, полтора литра турбо. А вот гибридных, если честно, я не вижу здесь. Гибридных аккордов 10-го поколения. Их, походу, уже раскупили. Остались одни аккорды не гибридные. Да, друзья? Вот эти все. К сожалению. Кстати, вот стоит у нас вторая версия снизу 11-го поколения. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Она стоит уже 31,160. Тут уже добавляется люк. Электропривод, пассажир, точнее, сидение водителя. Да и, в принципе, все. Друзья, ну что, вы поняли примерный порядок цен. То есть машина, на самом деле, достаточно близко по цене между поколениями. Не произошло какого-то кардинального скачка. То есть нет такого, чтобы я мог сравнить сейчас конкретно 10-го поколения гибрид базовый, например. И вот базовый гибрид 11-го поколения. К сожалению, базового гибрида и вообще гибридов 10-го поколения сейчас нет. Здесь в наличии их все распродали. Соответственно, остались 1,5-литровые. Но примерно, вы понимаете порядок цен. То есть самые дешевые 11-го поколения. Вот, я вам только что показал стикеры. Они стоят примерно 28,700, 28,800 с учетом доставки, но без налогов, без оформления. Вот. 10-е поколение, там, тут те же самые цены были абсолютно на те же базовые моторы. И, кстати, базового 10-го нет. То есть нельзя сравнить прям один в один в идеале. Но порядок цен, вы понимаете. Предтоповый аккорд последнего поколения 35,000. Топовый туринг будет примерно 38, 39, 40. То же самое было и с 10-м поколением. Единственное, что в 11-м поколении, делая выводы... Кстати, о выводах, друзья. Давайте подведем итоги. В 10-м поколении, в 11-м, разницы кардинальной, конечно же, нет. Машина чуть новее стала. Появился беспроводный карплей, Android Auto, цифровая приборка, новая мультимедиа, которая, конечно же, в разы лучше, чем мультимедиа в 10-м аккорде. Но по дизайну подкупает все-таки 10-й аккорд. Это мое личное впечатление, друзья. Надеюсь, вам такой экспресс-сравнительный обзор с точки зрения покупателя. Еще раз хочу подчеркнуть, я не углубляюсь в какие-то технические подробности. Еще, кстати, изновшись, то, что в гибридном исполнении Accord 11-го поколения, он претерпел некоторые изменения. Это уже более усовершенствованная система. Я вам говорил, я приложу основные характеристики, что там поменялось, должны быть в сносках. Так что, в принципе, покупая новое поколение, вы получаете чуть лучше, чуть обновленный, слегка более обновленный автомобиль. Но если вы хотите, когда уходя, закрывая автомобиль, ставя его на охрану, все-таки оглядываться и смотреть, то есть вам нравится дизайн, это то, что, в принципе, для вас является решающим фактором. Мне кажется, 10-й аккорд в этом плане смотрится, наверное, чуть получше. Ну, как бы, не знаю, я вам показал, вам уже делать выводы. Всем хорошего дня, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем хорошего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok